Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Все из Иерусалима. Мы сейчас возвращаемся к системному, спокойному изучению ежедневному ни на бегу, ни на ходу очень важных вещей, которые, в принципе, как мы верим, ради них мир и был создан. Как сказал царь Соломон, что совдавар, в конце концов, говорит, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. То есть, в этом смысл создания человека, в этом смысл жизни человека, в трепете перед Всевышним и в соблюдении его заповедей. Хорошо. Теперь, значит, мы изучаем, по какой системе. Мы изучаем с 10 до 10-20. Вначале мы изучаем кусочек из книги Равзелек Плистин «Береди свою речь». То есть, Равзелек Плистин, он взял книгу Хафицхайма, которая так называлась, «Хафицхайм. Жаждущий жизни» и переложил ее на современный язык с современными примерами. Мы решили, я решил, что мы будем лучше по этой книге изучать законы, законы, как не говорить злозы через пление. Потом мы будем изучать по одной заповеди из краткой книги заповедей Хафицхайма тоже. Видите, мы сейчас очень пошли по системе изучения Хафицхайма. И если будем успевать, будем еще один рассказ изучать из жизни великого праведника Равыцка Казильбера, который не говорил о жонарах, который соблюдал все заповеди. И мы смотрим, как в жизни вот эта святость божественная, как она проявляется. Если я не успеваю, в последний раз я не успевал рассказать о нем рассказы, но есть на сайте ВАИКРА, то есть каждый раз, когда я провожу урок, потом идет сообщение на сайт, и можно там прочитать. Хорошо, значит, мы дошли до пятого пункта. Пятый пункт говорит нам Равзелек Плистин, что есть такой закон, что нельзя запрещено сказать о ком-то, что он небрежен в соблюдении заповеди, даже если ее многие не выполняют. То есть на сегодняшний день даже в религиозной среде в многие заповеди произошла некая такая путаница, подмена понятий. То есть вначале была Тора, Машер Абену Моисей 333 года назад получил Тору на горе Синай, и он был пророк, он получил Тору, 40 лет в пустыне он рассказывал, объяснял эти заповеди, и на любой вопрос был ответ сразу, прямо подходил человек к пророку и говорил, как мне здесь сделать, как мне там сделать. И пророки прямо от Всевышнего передавали, что делать в конкретной ситуации. Потом пророки исчезли, пророки исчезли, у нас остались только книги, книги пророчества, в которых было точно передано Тора, и дальше мудрецы, то есть уже не пророки, о мудрецы, они изучали книги Торы, изучали Тору, и выносили то, что называется аллахические постановления. Аллаха это законы, как надо действовать в конкретной, в каждой ситуации. Причем мудрецы внесли постановление, что суд, суд не может отменить решение суда предыдущего, только может отменить, если больше по количеству и по мудрости. Но, но что делать? С каждым следующим поколением, наоборот, уровень людей падал, их уровень духовный, интеллектуальный, и поэтому с годами накопилось очень много постановлений, очень много, прямо шелханарух, это просто охватывает каждый аспект жизни, и это заповеди. Даже есть такой закон, что обычай в народе Израиля тоже Тора, тоже становится, этот обычай становится обязательным к выполнению. И даже отдельный человек, если он сделал два раза подряд какое-то хорошее дело, то оно для него становится как обед, как его обещание перед Всевышним это продолжать. И этот обед надо снимать. Представляете? И вот накопилась огромная, огромная такая, прям машина такая, да, и религиозный человек, он, ему очень тяжело. Во-первых, он не понимает порядок приоритетов, то есть большинство людей не понимают, какая заповедь важная, какая менее важная, какой запрет важный, какой менее важный. Например, вот сейчас мы пришли к этому моменту. Один человек другому говорит, ты знаешь, вот этот вот ходит в синагогу, например, там Мойша, ходит он, ходит в синагогу, а вот ты знаешь, он, вот я видел, что он пьет там Пепси-колу без кашрута. Ты представляешь вообще Пепси-колу без кашрута. И в этот момент он, мы не знаем, я сейчас не знаю Пепси-кола кошерная или нет, я не пью Пепси-колу, Кока-колу, то есть я даже не узнаю, кошерная она или нет. Но, если тот, кто про другого рассказывает вот эту вот вещь, что тот небрежен в соблюдении заповеди, сам он нарушает, какую заповедь? Нарушает заповедь, которая называется Лошонара. В этот момент он нарушает 17 запретов истории, представляете, 17 запретов истории, хотя он сказал, казалось бы, а ты знаешь, он небрежный там в кашруте. Или вот приводит он, Равзей Плистин, приводит другой пример, еще очень частый. Он говорит так, вот девушка Дора, она услышала, как другая девушка по имени Клара рассказала группе друзей какую-то историю, вымышленную историю о своем героическом поступке. То есть, прямо она рассказывает вымышленную историю, я там спасла котенка, потом спасла там собачку, потом я спасла еще и птичку какую-то, да. Теперь она рассказывает эту историю. Теперь, а это Дора, она знает, что большая часть рассказа сознательное искажение действительности, фантазия. То есть, она нафантазировала. Теперь это Дора, она хочет вывести Клару на чистую воду, она хочет ее всем сказать. Смотрите, она выдумала, это неправда, этого не было. И что вы думаете, может она так делать? Нельзя. Запрещено говорить, что не весь рассказ является правдой. Если от такого заявления никто не выиграет, получается, что она, ну то есть, та рассказала какую-то о себе фантазию, да. Она никому этой фантазии не вредит, никому не было от этого вреда. Теперь это вторая девушка, она хочет ее вывести на чистую воду. Она говорит, она обманщица, не было там никакого котенка, там был кот большой, не было никакого щенка, там была собака, а попугая вообще не было, не было попугая вообще, это она все придумала. Она ее опозорила перед всеми, и получается, что она в этот момент нарушила 17 запретов Торы. Та, когда рассказывала фантазию, не нарушила ни одного. То есть, ну фантазировала она, но рассказала. Она ж вреда-то никому этим не сделала. Понятно, да, идея? То есть, еще раз давайте подведем итог, что рассказывать о ком-то, рассказывать о ком-то, что он небрежен в выполнении каких-то заповедей, является прямым запретом из Торы. Все, этого делать нельзя. Любой комментарий, например, вот Доры, на тему рассказа Клары, Лошона раз, двоязычия. И потом, давайте рассмотрим, какие могут быть отдачи. Давайте посмотрим. Например, она вывела эту девушку на чистую воду, на чистую, это в кавычках, да, она обманщица, она врет все. Дети начали над ней смеяться, над этой, да, ты обманщица, начали ее обзывать. Девушка заплакала, это, да, которая фантазировала, заплакала она, и плакала она, плакала, и настолько она расстроилась, что она, не дай бог, бросилась под машину. Представляете? Потом, Дора эта правдолюбица, приходит на небо, ей говорят, Дора, ну как же ты, ты же довела человека до самоубийства. Она говорит, как? А ты же ее при всех позорила и рассказывала, что она обманщица. Представляете? Это, это, ну, а что она выиграла? Ничего не выиграла. Понятно, да, то есть, чтобы мы воздерживались от негативных комментариев по отношению к другим людям. Теперь переходим, переходим мы опять к заповедям, повелевающим заповедям из Торы. Значит, я позавчера эту заповедь уже рассказывал, заповедь любить Бога, но я хочу к ней еще раз вернуться, потому что тогда это было на ходу, без текста, сейчас вот я хочу спокойненько еще раз рассказать про эту заповедь. Значит, в Торе написано вот так вот, это Бог сказал, мы произносим это два раза в день в молитве Шма и Сраэль, написано так, что И возлюби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими, всем, что есть у тебя. Значит, такой прям приказ, вот, Всевышний сказал это делать. Я объясняю как это делать. Значит, это вдумываться в действия, в то, что делает Всевышний, значит, каждый по своей возможности, каждый вдумывается по своей возможности. Люди по-разному воспринимают мир и у каждого своя глубина постижения вообще мироздания. То есть, когда человек один смотрит на, например, я не знаю, вот я вчера разговаривал с одним человеком, он говорит, вот ты знаешь, я, говорит, не могу сейчас слушать оперную музыку. Я говорю, почему? Я говорю вначале, я тебя понимаю, я тоже не могу. Он говорит, потому что не та нынче опера, не та нынче опера. Говорит, вот я учился, а он сам был, оказывается, оперным певцом, я учился у оперной певицы, которая училась у итальянских мастеров. И я могу слушать только итальянскую оперу, потому что вот когда я слышу не итальянский подход к опере, у меня прям сердце кровью обливается, потому что там они как-то поют по-другому. И я понимаю, что вот когда я слушаю оперу, для меня это просто шум какой-то, шум причем неприятный. А он слушает оперу, и он слышит там в этой опере такие нюансы, которые мне даже вообще, даже если бы меня спросили, ну то есть я близко их не вижу. То же самое любовь к Богу. То есть те, которые, люди, которые изучают божественное проявление, изучают Тору, книги пророков и так далее, они могут увидеть в любом явлении божественную волю. Есть отличная книга, называется она, называется эта книга «Маска вселенной». Рава Тива Тац, он в этой книге объясняет, что весь этот мир, это, мы уже учили, помните, заповедь, что верит, что есть Бог, и верит, что Он един, что весь этот мир во всех его проявлениях, это проявление вот этого Всевышнего, который творит, Создатель, и Он один, един, весь этот мир, это его проявление. И книга «Маска вселенной», она прям целая книга раскрывает, как за любым проявлением можно увидеть Всевышнего, как маска, она показывает того, кто за ней, так же мир, это маска Маска Всевышнего. Хорошо, значит, и он говорит, и когда ты наблюдаешь за его проявлениями, то, как ты можешь его постигнуть, и тогда зажигается сердце любить его, от любви к нему, то есть, когда, чем больше ты его понимаешь, тем больше зажигается сердце, вдумываясь, как мудро все устроено. И мы обязаны, он говорит, эта любовь, мы обязаны, это заповедь, то есть, мы обязаны любить. И человек должен все свои мысли направить и сфокусировать на любви к Богу благословенному. И человек не, человек не может любить Бога, кроме как, кроме как познавая его. То есть, тут очень интересная вещь, что невозможно любить то, что ты не знаешь. Невозможно любить то, что ты не познаешь. То есть, я не могу любить, например, любить я не могу какой-то плод, который я никогда не видел, да, и никогда не ел. То есть, я могу, как бы, вначале я его узнал, есть такой плод, о, интересно, потом увидел картинку, я его захотел, но любить его, пока я его не попробовал, я не могу. То же самое со Всевышним. То есть, любовь ко Всевышнему, она появляется и проявляется в момент, когда ты с ним соединяешься. А как с ним соединиться? Значит, только познавая его, его дела, да, то, что сделать для нас. Теперь, значит, не может человек любить его, только познавая его, и по его познанию будет эта любовь. Если он чуть-чуть познает Всевышнего, у него будет чуть-чуть любви. Если он много познает Всевышнего, будет у него много любви ко Всевышнему. То есть, есть люди, которые постоянно вдумываются в, вот он берет, например, какую-то вещь, и он вдумывается, как Всевышний вообще так круто это сделал. Как Всевышний, слава Богу, дал мне руку, слава Богу, дал мне чашку, слава Богу, дал мне кофе. А как это все происходит? И когда есть люди, которые учат кабалу, например, да, они настолько, им интересно узнать, как Всевышний вообще, вот как это все происходит, что есть Ашем Бог Един, да, и как это все проявляется, что вот эти все его проекции, и потом весь этот мир идет от него. И кабалак, как раз, изучает, как устроены эти все проекции. И чем глубже человек познает Всевышнего, тем больше он его любит. Если он много его познает, он его много любит. Поэтому должен человек, леахет ацмо, должен человек себя направить, и для того, чтобы понять и постигнуть своей мудростью и своей логикой значит славу Всевышнего. То есть мы самого Всевышнего мы постигнуть не можем. Это невозможно. Да, мы уже на эту тему говорили, что невозможно котенок не может понять, как устроен Боинг, самолет. Но мы можем, котенок может наслаждаться тенью от самолета, когда жарко. То есть, если вот стоит самолет, он дает тень, очень жарко. И котенок, он чувствует, вот тут на солнце жарко, а вот в тенечке Боинга получше. И вот когда мы пытаемся постигнуть Всевышнего, то мы познаем его проявление в виде, как тень от Боинга. То есть, тень еще мы можем понять, вот тут лучше, хуже и так далее. Но это не сам Всевышний, это его проявление. По силе, которая есть у человека, понять и постигнуть. Вот интересно, что в Ешивах изучают, изучают Талмуд. Изучают Талмуд и очень интеллектуально, вот прямо изучают какие-то вещи, которые очень тяжело постигнут. То есть, Талмуд очень сложно устроен, и там есть всякие вот такие вот логические, такие комбинации восьмиуровневые, девятиуровневые, этот сказал так, этот сказал так. Ну, то есть, идет очень сложное логическое построение. Но в момент, когда ты можешь удержать вот этих восемь уровней у себя в сознании, а потом ты направляешь вот эту свою силу своего ума, направляешь на проявление Всевышнего, то ты можешь точно так же очень глубоко его постигнуть. Понятно, да? Значит, и это митсва, это заповедь любить Бога, что человек должен в любое время и в каждое мгновение значит, ее использовать. И в эту заповедь входит как раз Ликарев Бне Адамля Вудатой Брах значит, в эту заповедь входит приближать людей к служению Богу Благословенному и чтобы его любили, Бога любили создание. Как делал Авраам Авину, как делал праотец Авраам, Аллах Вашалом, мир на него, как сказано в книге Берешит, и те души, которые сделал Авраам в Харане, то есть, когда он приближал к Богу людей того времени, там были язычники, да, такие язычники, это такое смешное название, кстати, язычники, я всегда смеялся, мне казалось, что язычники это те, кто языки показывает, да, но это идолопоклонники их, почему-то называют язычники. Так вот, Авраам этих язычников приближал к Богу и в этот момент написано, он делал их души, то есть, он создавал их души. Душа, которая отделена от Бога, это просто животная душа и она где-то метается, что-то она там ищет себе в этом мире какую-то там пищу, какое-то укрытие, там поразмножаться, но пока есть человек, он не постиг свою божественную природу и не соединился со Всевышним, то он не является человеком. И вот Авраам, который приближал к Богу, прямо про него в Торе написано, что это души, которые он создавал в Харане и поэтому называл его Бог Авраама Оаво. Оаво это тот, кто любит меня, то есть получается, что здесь нам Хавацкаем дал инструмент, которым проявляется любовь, то есть когда ты любишь Бога и ты кого-то приближаешь к Богу, этим ты выражаешь заповедь любить Бога Всесильного и вот мы как раз и стараемся это делать, портал Ваикра портал Ваикра как раз построен на том, чтобы Ива звал, как Всевышний он взывает через пророков к людям, а мы стараемся через преподавателей Торы передать этот сигнал максимальному количеству людей и вас приглашаем быть нашими партнерами тоже. Каждый раз, когда вы узнаете что-то, очень было бы классно поделиться со своим окружением этим уроком, очень классно, портал Ваикра, там есть много статей и удобно отделиться статьями через прямо там из кнопочки через телеграмм, через ватсап, прям понравилось вот этот урок будет стоять на портале Ваикра и там оп и послать его по ватсапу, по телеграмму и вы становитесь для Всевышнего как Авраама Вину, как праотец Авраам, который выражал заповедь любви к Богу как через приближение к Всевышнему. Все, удачи, всем успехов и слава Богу, что Всевышний дает нам возможность изучать Тору и соблюдать заповеди. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok